Если вы являетесь большим фанатом жанра ужасов, то для вас у нас есть хорошая новость. 27 апреля состоится премьера нового фильма ужасов под названием «Экзорцист Ватикана» с культовым актером Расселом Про в главной роли. «Экзорцист Ватикана» был снят на основе реальных записей, написанных Габриэлем Амортом, экзорцистом на службе Ватикана и самого Папы Римского. Интересная деталь. Большинство фильмов, посвященных теме экзорцизма, были сняты на основе реальных событий. Взять тот же заклятие или шесть демонов Эмили Роуз. Смотреть фильм, зная, что все увиденное в фильме произошло в реальной жизни, намного сильнее погружать зрителя в процесс просмотра фильма. Этим и выделяются фильмы про изгнание демонов на общем фоне других ужастиков. Отец Габриэля лично провел более 30 тысяч обрядов экзорцизма и даже написал две книги. К сожалению, отец Габриэля не смог лично увидеть экранизацию его деяний. Священник Ватикана скончался в 2016 году, но его история легла в основу фильма. Перед тем, как фильм «Экзорцизм Ватикана» выйдет на больших экранах, мы составили для вас подборку из шести фильмов в жанре ужасов в тематике экзорцизма. Для большего погружения во время просмотра фильма, мы рекомендуем вам смотреть их ночью с выключенным светом. Начать список я хочу с культового фильма, который внес огромный вклад в популяризацию жанра ужасов в кинематографе. Речь идет о фильме 1973 года «Изгоняющий дьявола». В доме известной актрисы происходят странные события. Ее маленькая дочка начинает себя вести неадекватно, почти не в силах помочь бедной девочке. Когда не остается других вариантов, а дочке становится все хуже, появляется специально приглашенный священник, который утверждает, что девочка одержима дьяволом. Если вы особый ценитель ретро-ужастиков, по типу «Кошмар на улице Вязов», «Пятница 13» и «Хэллоуин», то обязательно занесите фильм «Изгоняющий дьявола» в свой список. Это кино, которое изменило весь кинематограф ужасов и заслуживает вашего внимания. Следующие два фильма можно отнести к жанру ужасов с альментами расследований, так что если вы любите мрачные мистические детективы, то эти фильмы однозначно для вас. В картине «Шесть демонов Эмили Роуз» обряд экзорцизма приводит к трагическим последствиям. Будучи одержимой сильным демоном, девушка по имени Эмили Роуз погибает во время обряда, а самого священника обвиняет в убийстве Эмили. Но он не готов сдаваться и проводит собственное расследование в попытках доказать само существование демонов и тот факт, что они способны вселяться в тела простых людей. Фильм «Шесть демонов Эмили Роуз» отличается своим медленным повествованием, которое погружает зрителя в центр сюжета. Также хотелось бы выделить интересные диалоги и великолепную актерскую игру. Фильм «Омин» не напрямую связан с темой экзорцизма, но также в основу сценария заложена тема демонов и оккультизма. Жена американского дипломата теряет своего ребенка во время родов. Убитый горем отец не способен сообщить ей трагическую новость, поэтому усыновляет медленца с родимым пятном в виде трех шестерок. Мальчик растет, и вокруг него начинают происходить ужасающие события. Отец семейства решает докопаться до истины и раскрыть истинное происхождение своего сына. «Омин» — это не тот фильм, который пугает вас на каждой минуте, но будет интриговать вас своими сюжетными поворотами и ходом расследования, который проделывает главный герой, в попытках докопаться до истины. Киану Ривз за свою карьеру перепробовал много образов, но его роль в фильме «Константин» запомнилась зрителям на долгие времена. Главный герой картины обладает уникальным даром. Он способен чувствовать присутствие демонов, что скрывается в человеческом обличии. Благодаря этому дару, Константин способен проводить обряды экзорцизма и освобождать людские души от влияния демонических сил. Фильм «Константин» очень похож по своей атмосфере с фильмом «Блэйд». Это динамичный экшен, в котором главный герой противостоит всякой нечисти. Хочется выделить не только блестящую актерскую игру Киану Ривза, но и Питера Стормаре, который играет в фильме «Самого лица Фера». Серию фильмов «Заклятие» от мастера жанра ужасов режиссера Джеймса Вана можно читать самыми страшными фильмами в подборке. В основе фильма лежит реальная история супружеской пары семьи воронов, которые с периода 70-х годов раскрыли множество дел связанных с демонами, паранормальным и, конечно же, случаями экзорцизма. «Заклятие» неспроста называют одним из самых пугающих фильмов ужасов. Во время просмотра вас будут пугать самыми нестандартными способами. И каждый раз, когда в кадре будет наступать утро, вы будете с облегчением переводить дыхание. Настолько жуткий этот фильм. Фильм «Обряд» находится в этом списке по одной простой причине. Это актер сэр Энтони Хопкинс, которого многие помнят по роли Ганнибала Лектора в детективном триллере «Молчание не гнят». В «Обряде» Хопкинс играет священника, отца Лукаса, экзорциста, который провел бесчисленное количество обрядов и спас множество жизней. Сюжет фильма я не буду вам раскрывать, во избежание спойлеров, но хочу отметить просто невероятную актерскую игру Хопкинса, которая в буквальном смысле тащит на себе весь фильм. На этом наша подборка подходит к концу. Напишите в комментариях самый страшный фильм ужасов, который вы когда-либо смотрели.